Слава Богу, братья и сестры! Слава Богу, что я могу здесь сегодня быть вместе с вами и делиться словом. По Божьей такой благодати, что мы можем хвалить, мы видим дары, что Господь нам даровал. Слава Иисусу Христу! Экклезиас пишет в третьей главе, всему свое время, с первого стиха, всему свое время и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать посаженное. Мы видим, что у каждого есть свое время и время умирать. Но главное, братья и сестры, чтобы мы были готовы. Готовы к пришествию Иисуса Христа. Мы не знаем, в какой час придет. Главное, что этот час в нас был, чтобы мы знали и были готовы. Пребывали, и чтобы эта Божья благодать была внутри нас, чтобы мы соединялись с Богом. Это час, как говорится, мы не должны свое время уделять Богу. Должен быть час и на слово читания, и на молитву. Как говорится, молитва и слово, это соединяемся мы с Богом. Это наш покорм, это хлеб. Как Иисус Христос говорит, что он хлеб. Мы видим, что Иисус Христос тоже хотел зачитать от Иоанна. Иисус Христос говорит, что он хлеб. Ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему, и нам на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы на каждом из них досталось. Хотя немного. Один из учеников, Его Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, «Здесь есть у одного мальчика пять хлебов, ячменных и две рыбы, но что для такого множества?» Иисус сказал, «Велите им возлечь. Было же на том месте множество травы, и так возлегли людей число около пять тысяч». Иисус взял хлеба и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возложившие также и рыбы, сколько кто хотел. Мы видим, что Господь размножил хлеб и дал этот хлеб. Но хлеб это физический, и мы видим, что они насытились. Но и есть хлеб, как говорится, и духовный. Как Коринфилум есть написано в 10 главе с 3 стиха, «И все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня камень же был Христос». Только Господь нам может дать подкрепить нас, укрепить нас. Я хотел бы, братья и сестры, и такое свидетельство рассказать, укрепить вашу веру, как Господь исцелил меня. Это было год назад, на Рождество. Я поехал в Калининград, и когда приехал назад в Голдав, в Польшу, то приехали сосуды с Украины. У меня очень до этого две недели болела голова. Я не знал почему, но такие были страшные боли, что я не мог спать ночами. Я вставал от воли, немножко по полтора часа, по два, по полчаса спал, а потом заснуть не мог. Такие боли были. Но когда сосуды приехали, не было ко мне слова. И Господь появился, и милость. И пастор возложил руки с молитвы, помолились. И просто это кто-то забрал. Просто такое состояние было, что Господь просто таким образом забрал это. И не чувствовалось боли. Слава Иисусу Христу! Я стою на этом месте, чтобы славить Бога за Его чудные дела, братья и сестры. Он живой. Если мы искренне относимся к Ему и славим Его, и Он относится как к детям нашим, как к детям своим. Нет, не потерял Он силы. Он вчера и сегодня один же тот же. Живой Бог. Аминь. Слава Богу. Пусть Господь вас богословит. И я привожу вам христианское поздравление Сольштана из Борщева. Аминь.